МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня в студии Виталий Дерябин. Я и мои коллеги, корреспондент УРТ, готовы рассказать о главных событиях этого дня. Вот некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новых случаев в регионе не зарегистрировано. Последние данные по ковид-19. Работа в сжатой сроке. Как проходит строительство многофункционального медицинского центра? Похолодания и осадки. Какую погоду ждать оренбургцам на выходных? Льготы для бизнеса. Правительство региона озвучило список мер поддержки предпринимателей. На встречу победному маю ОРТ продолжает листать календарь победы. Город и люди. Следим за тем, как меняется Оренбург. Начинаем выпуск с последней информации о ковид-19. В Оренбурге первый выздоровевший от коронавируса. Сегодня пациент выписан из больницы. Известно, что на поправку пошел единственный заболевший ребенок. За последние сутки новых случаев заражения в регионе не выявлено. На 3 апреля в Оренбургской области 12 инфицированных. Еще одного жителя региона диагноз не подтвержден лабораторно, но он болен клинически. Министр здравоохранения области сегодня рассказала, что четырех пациентов готовят к выписке. Состояние еще трех человек оценивается как средней тяжести. За последние сутки получен один предварительно положительный результат. Это врач из Базулука. При первом обследовании доктор была отрицательная. Сегодня мы получили предварительно положительный результат. Я сразу же хочу еще раз пояснить, что это значит. Во-первых, сразу скажу, что ее ничего не беспокоит. Она чувствует себя абсолютно здоровой. То есть она в удовлетворительном состоянии. Она бежала с нормальной температурой, с нормальной сатурацией кислорода. Соответственно, мы ее в данном случае состояние расцениваем как вирусы носительства. Клинических проявлений заболеваний нет. В Оренбургской области на охрану порядка заступает в два раза больше правоохранителей. Около 900 сотрудников полиции и Росгвардии. Порядка 300 человек дополнительно задействованы для контроля за соблюдением указа о полной самоизоляции. Только за сутки выявили более тысячи человек, нарушивших режим. К административной ответственности привлечены 8 жителей региона. Напомним, покидать дома разрешено только в особых случаях. Для похода в магазин или аптеку, выгула животных допустимо также ходить на работу. Все предприятия и организации обязаны обеспечить сотрудников служебными удостоверениями или справками о трудовой занятости. Они могут быть выписаны в свободной форме, скреплены печатью организации и подписью руководителя. Главное, чтобы документ содержал информацию, которая подтверждает необходимость пребывания на рабочем месте. Мы продолжаем интересоваться мнением жителей области на тему личной безопасности в условиях самоизоляции. Новая рубрика «Вопрос дня». Вопрос пятницы звучал так. Самоизоляция – это... Голосование проходило по бесплатному телефону, а также на официальном сайте УРТ media56.ru. Результаты ответов получили следующие. 30% расценили самоизоляцию как возможность побыть дома с родными и отдохнуть. Увидели возможность для саморазвития и самообразования – 28%. Для 32% оренбургцев наступил сложный период вынужденного безделья. И для десятой части населения области образ жизни не изменился. Это была обычная неделя. В Оренбурге продолжается строительство нового многофункционального медицинского центра. Расположен он будет на территории Оренбургского военного госпиталя. По всей стране таких медучреждений построят 16. Во всех четырех военных округах. Так выглядит сегодня строительная площадка в Оренбурге. Доступ к объекту закрыт. Построить многофункциональный центр по стране в рекордно короткие сроки военным поручил президент Владимир Путин. На стройку выделено почти 9 миллиардов рублей. До 30 апреля планируется сдача восьми инфекционных центров. В Одинцово, Подольске, Нижнем Новгороде, Волгограде, Новосибирске, Бурятии, Уссурийске, Оренбурге. Еще восемь центров построят до 15 мая. Сроки строительства названы рекордными от 40 до 56 суток. Центры одновременно смогут принять на лечение свыше полутора тысяч человек. Мобилизация сил и средств, задействованных на объектах, позволяет обеспечивать необходимые темпы работ в соответствии с утвержденными графиками. И составляет на текущий момент более 3,5 тысяч человек и 800 единиц техники. Одновременно организована централизованная поставка необходимого медицинского оборудования и оснащения. Новые медучреждения будут укомплектованы современным оборудованием и персоналом. Смогут ли получать специализированную помощь не только военные, но и гражданские люди в подобных центрах? Этот вопрос мы адресовали руководству Министерства обороны. Официальный запрос направлен в ведомство, редакция ждет ответа. Масок по-прежнему нет. На горячую линию ОРТ продолжают поступать звонки со всей области. В них жители жалуются, что в аптеках отсутствуют одноразовые медицинские маски. В Министерстве здравоохранения регионы обещали, что к концу недели элементы респираторной защиты вернутся на полки. Тем временем предприятия области приступили к пошиву дефицитных средств защиты. На одном из производств побывала и наша съемочная группа. Встроенные ряды столов и просторные светлые помещения. Производство на этом предприятии ведется с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований и правил. Между сотрудниками выдерживается безопасная дистанция, а на лицах защитные маски собственного производства. Вся продукция многоразового использования. Используется чистый 100% хлопок, идет бязь натуральная. Бязь у нас идет гостовская, то есть она соответствует всем требованиям по анормативным тканям. Многоразовые маски, по словам специалистов, имеют целый ряд преимуществ. Главное – это, собственно, возможность повторного использования. Помимо этого – форма изделия. Конструкция позволяет более плотно прилегать к коже, что, в свою очередь, уменьшает вероятность попадания в дыхательные пути неочищенного воздуха. Еще одно преимущество такой маски – это длительность ее использования. В среднем свои защитные свойства она сохраняет в два раза дольше. Конечно, при правильной стерилизации. А для этого необходимо ее стирать мылом и проглаживать хорошо разогретым утюгом. По данным производителя, защитные свойства маска сохраняет на протяжении четырех часов. Руководитель компании говорит, что сейчас объемы предприятия позволяют обеспечивать многоразовыми масками сразу несколько крупных торговых сетей и заводов региона. Смена у нас выходит до полутора тысяч единиц. На сегодняшний момент мы работаем с компаниями, либо с физическими лицами. То есть, в принципе, сегодня заключаем договор, либо сегодня все это небольшое количество, либо завтра мы уже отдаем. То есть, как таково, заказчики у нас не ждут неделями. Мощности предприятия, по словам руководителя, позволяют в кратчайшие сроки еще больше увеличить объем выпускаемой продукции. Правительством области компания уже включена в реестр производителей защитных масок. Вячеслав Кампо, Семен Воробьев. Новости дня. Небольшой минус ночью и мокрый снег с дождем. Погода на выходных не порадует оренбуржцев теплом и солнцем. Правда, касается это не всех районов области. Кому ждать осадков, нам рассказали в областном гидрометеоцентре. На пятницу регион окажется под влиянием южного циклона. Он принесет в Оренбуржье осадки и усиление ветра. Его порывы могут достигать 12 метров в секунду. А в ночное время синоптики ожидают дожди. Причем на востоке области возможен и мокрый снег. В субботу ситуация не изменится. На большие территории региона пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха пойдет вверх. Температура будет дневная в районе градусов 9-14. Ночная будет температура в районе минус 1, плюс 4, минус 2, плюс 3. В этих пределах. В воскресенье ветер стихнет, осадки прекратятся. Днем, говорят, синоптики станет еще теплее. Правда, продлится это недолго. Уже в начале следующей недели к Оренбуржью с запада подойдет очередной циклон. По предварительным прогнозам он принесет в регион дожди. Это новости дня. И вот о чем расскажем далее. Льготы для бизнеса. Правительство региона озвучило список мер поддержки предпринимателей. Навстречу победному маю ОРТ продолжает листать календарь победы. Город и люди. Следим за тем, как меняется Оренбург. Это новости дня. Мы продолжаем и сейчас к экономическим событиям. Снижение налоговой нагрузки, льготные ставки, моратории на проверку бизнеса и многое другое. Областное правительство озвучило список мер поддержки предпринимательства в период пандемии. Для пассажирских предприятий будет заметно снижен транспортный налог на 25%. Также льготы коснутся имущественных налогов и предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Появилась возможность отсрочить погашение займа Оренбургскому областному фонду поддержки малого предпринимательства. Сами займы можно будет оформить на 3 месяца с нулевой процентной ставкой. Возможность получения льготного займа появилась и у промышленных предприятий области. В том числе на пополнение оборотных средств за счет областного фонда развития промышленности. Для начинающих бизнесменов станет доступна льготная ставка арендной платы с применением корректирующего коэффициента 0,01 сроком на 3 месяца. Известно, что данный пакет не окончательный и будет расширяться. А сейчас курс у валют. Стоимость доллара и евро вы видите на своих экранах. Телепроект «Экономический клуб» вновь в эфире ОРТ. Программа по объективным причинам изменила формат. В студии пока нет гостей. Ведущие, эксперт-экономисты обсуждают актуальные вопросы нашей с вами действительности. Как режим самоизоляции повлияет на экономику страны в целом и предпринимателей в частности? Как научиться экономить, контролировать бюджет семьи, жить и работать в интернете? Уже в эту субботу, 4 апреля, в 12.00, первые выпуски программы «Экономический клуб» на ОРТ. Сейчас предлагаем вам фрагменты передачи. На этот раз тема нашего обсуждения – влияние всемирного карантина, и российского в частности, на малый и средний бизнес Оренбуржья. К чему это может привести? Потому что бизнес будет сейчас меняться. Те, кто работал чисто раньше в оффлайне, они должны будут переориентироваться и дополнительные клиенты получать из онлайна. То есть они больше работать тоже должны через интернет. Кто это еще не понял, он это должен срочно понять и сделать. В какие сферы производства могут перейти на онлайн-обслуживание? Какие-то нет. Не производство, а продаж, наверное, все-таки. Хорошо. А если не продажа, а если взять производство? Как раз производство работает под потребности продавцов. То есть если продавцы научатся продавать дистанционно, научатся работать уже удаленно с клиентами, тогда и мощности будут загружены у производителей. Какие сейчас последствия, то есть какие угрозы для малого и среднего бизнеса? Вот сейчас уже можно спрогнозировать и с расчета месяц-полтора карантина. Ну, малому и среднему бизнесу придется часть затрат оптимизировать. Возможно, даже некоторых сотрудников либо сократить, либо перевезти на издельную оплату. Малый и средний бизнес очень сейчас много будет денег экономить именно на рекламе уже. Поэтому маркетологи, таргетологи, СММщики, им сейчас будет очень сложно, очень тяжело. Сейчас, на самом деле, кто выживет, тот выживет. А вот есть еще понятие онлайн-обучения. Вот сейчас, в эти дни карантина, это актуально и зачем? Это сейчас очень актуально, но в то же время это сейчас стало опасно, да, то есть потому инфобизнес, который сейчас проходит в интернете, там появилось также очень много мошенников. И, как их назвать, инфо-цыган. Люди сидят дома, и все начинают чему-то обучать. Кто-то ногти делать, кто-то там тренинги проводить, кто-то продажам, кто-то еще чему-то. Соответственно, каждому этому тренеру, там, кто проводит, нужно посмотреть отзывы по нему, почитать, посмотреть, как он ведет бесплатные вебинары, да, там, и только после этого решать, пользуются его ли услугами или нет. Напомню, что все выпуски программы «Экономический клуб» вы сможете в записи увидеть на нашем официальном сайте media56.ru Учимся дома. На телеканале ОРТ начинается серия телевизионных уроков. Они будут касаться основных дисциплин школьной программы для учеников со 2 по 9 классы. Хронометраж одного видеоурока порядка 15 минут. Каждый класс получит по 2 дисциплины в день, начиная с 9.30 и до 14.30. Напомним, в Оренбургской области из-за режима самоизоляции внедряют дистанционный формат обучения. Начиная с 6 апреля будут доступны телевизионные уроки по основным предметам со 2 по 9 классе, в круглосуточном и непрерывном вещании на телеканале ОРТ. 21 кнопка, кабельное и аналоговое вещание, а также в интернете, в реальном времени онлайн на нашем официальном сайте media56.ru Видеоуроки доступны в спутниковом и цифровом телевидении. Электронные адреса на вашем экране. Продолжаем листать календарь победы. И сегодняшний выпуск посвящен действиям советских частей 2 и 3 украинских фронтов на поступах к Вене и Братиславе. 3 апреля войска 2-го украинского фронта продолжили наступление между Дунаем и озером Фертьо. Сломив сопротивление крупных сил противника, наши танковые части и пехоты окружили вражескую группировку южнее города Мадьяровар. И ударами с востока, с запада и севера штурмы взяли этот город, являющийся промышленным центром и важным узлом путей сообщения. Попавшая в котел группа гитлеровцев была разгромлена. На Братиславском направлении войска фронта, продвигаясь по восточным склонам гор Малой Карпатой, выбили немцев из селения Святой Юр. Части, наступающие вдоль реки Малый Дунай, освободили населенный пункт Приевоз, расположенный в 2-х километрах восточной Братиславы. В этот же день части 3-го украинского фронта в результате ожесточенных боев переправились через реку Лайту и захватили железнодорожный узел Эббенфурд. Не давая врагу опомниться и организовать оборону, наши войска стремительными ударами с трех сторон ворвались в Винернольдштадт и освободили важнейший промышленный центр Австрии от гитлеровцев. Захвачены огромные трофеи и много пленных. Преодолев на широком фронте оборонительную полосу противника за рекой Лайта, наши части с боями продолжили продвигаться к австрийской столице. Продолжаем выпуск. Постоянной рубрикой «Попали в сеть». Первая неделя самоизоляции подходит к концу. Время подвести фото и видео итоги активности оренбургцев в соцсетях. ОРТ предлагает посмотреть самые интересные ролики. Главный тренд этой недели – спорт. Оренбургцы делятся в социальных сетях своими видеотренировками. Причем в этом увлечении каждый придумывает что-то свое. Фитнес-тренер из Оренбурга проводит занятия в режиме онлайн. Подписчики повторяют упражнения и пишут, что это помогает поддерживать себя в форме и не думать о плохом. В сеть попадают и фотографии самодельных масок. Причем модницы региона соревнуются в стильности этого средства защиты. На каждый день у них своя форма и цвет изделия. Для других оренбургцев самоизоляция – повод побаловать домочадцев гастрономически. Эта девушка делится с пользователями своим рецептом пельменей. По ее словам, главное в этом деле – правильно приготовленный бульон. А сейчас информация для всех жителей области. В связи с эпидемиологической ситуацией не только в Оренбурге, но и в целом по стране, Энергосбыт Т-Плюс призывает жителей оплачивать услуги онлайн. Компания рекомендует оренбургцам соблюдать режим самоизоляции, находиться дома и решать вопросы с оплатой коммунальных услуг онлайн. Посещение мест скопления людей может создать угрозу здоровью и жизни для вас и ваших близких. Также Энергосбыт Плюс просит активных интернет-пользователей помочь своим пожилым родственникам в использовании онлайн-сервисов. На официальном сайте Энергосбыт Плюс и при помощи мобильного приложения можно решить большую часть вопросов абсолютно безопасно. О спорте. По примеру, баскетбольный и хоккейный Всероссийская Федерация волейбола объявила о досрочном завершении из-за пандемии мужского и женского чемпионатов России. Занятые командами места были определены согласно текущему турнирному положению. Оренбургский нефтяник, выступавший в высшей лиге А, на момент остановки турнира занимал второе место и таким образом признан серебряным призером соревнований. Наш клуб в сезоне, как и положено одному из главных фаворитов, стартует уверенно. В первых десяти матчах, одержав 10 побед, оренбуржцы здорово играют с основными соперниками, оба раза победив «Локомотив» «Изумруд», «Грозный» и особенно «Кисловодский» «Трансгаз», в итоге занявший первое место. У нефтяника столько же побед, 23, и даже одна игра в запасе, но очков меньше. Как следствие, вторая позиция. Мы немножко огорчены тем, что не удалось завершить полностью чемпионат, поскольку на самый окончательный тур апофеозом был бы всего турнира, был запланирован именно в Оренбурге, поэтому мы хотели порадовать наших болельщиков и победами, и, конечно же, коллектив был настроен занять первое место, и все шансы для этого у нас были. Сейчас наша команда, как и все остальные, на карантине. Игроки занимаются самостоятельно под видеоконтролем тренеров и врачей. Решение о статусе в следующем сезоне будет принято позже. По последнему решению федерации, которая расставила точки в чемпионате и завершила чемпионат, были отменены пункты положения проведения чемпионата по переигровкам. И федерация на сегодняшний день взяла паузу, и в мае месяце будет приниматься решение по поводу количественного формирования каждой из лиг. И поэтому наша команда, поскольку заняла второе место, сохраняет вероятность такую играть в высшем дивизионе в Суперлифе. В любом случае серебро чемпионата это очень неплохо. Причем наша команда добивается такого результата второй год подряд. Анатолий Юденич, Владимир Зволинский, Новости дня. И в завершении выпуска рубрика «Город и люди». Каждый день мы показываем улицы областного центра в разное время суток. Любимые места оренбургцев, которые сейчас по понятным причинам опустили. Вместе с вами, уважаемые телезрители, следим за тем, как живет город в нерабочие дни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Информация об отключениях в связи с проведением ремонтных работ 6 апреля с 9 до 17 часов будет ограничена подача электроэнергии по ряду улиц Оренбурга. Их адреса сейчас на ваших экранах. В этот же день с 10 до 17 часов не будет света в поселках Чебеньки, Горный, Первомайский, Нижняя Павловка, Оренбургского района. Энергетики приносит извинения за временно неудобства информацию можно уточнить по телефону горячей линии 98 48 48 48. И на этом наш выпуск завершен. Смотрите нас не только в телеэфире, но и на сайте media56.ru и в официальных группах в соцсетях. До встречи и всего самого доброго!